Псалом Давида Псалом Давида Псалом Давида Псалом Давида Я изучаю книгу Псалма всего один год. За этот год я прошел 44 Псалма. И к своей радости и к своему удивлению могу сказать, что я никогда не испытывал такого великого утешения и такого великого удушевления, как в этот год. Объясню вам почему. В этот год, как вы знаете, год реформации будет 500 лет со времени реформации. И очень часто это связывают именно с Мартином Лютером. И говоря о Мартина Лютере, говорят не просто о нем, как о человеке, а говорят о том откровении, которое он получил. То есть, когда Бог открылся ему при чтении посланий к римлянам, где он уверовал, что праведный верой жив будет, не делами, а именно верой будет жив. Но, как вы знаете, у каждой истории есть свои предпосылки или свое начало. Доктор Мартин Лютер, он был профессором теологии или богословия. И даже будучи монахом, он не считал себя верующим. То есть, он пытался найти веру, но он не считал себя верующим. Вам важно это очень понимать. То есть, он верил, что он верующий, но уверовал на самом деле, он только когда понял это местописание, что праведный жив или оправдан перед Богом именно делами. Но перед этим была такая предыстория, которую я хотел бы вам рассказать. Мартин Лютер изучал ежедневно со своими студентами в Виттенберге не только послание к римлянам. Он изучал вначале книгу псалмов. И он изучил ее со студентами вначале первый раз. Потом он изучил книгу римлянам тоже первый раз. Потом он стал изучать второй раз книгу псалмов. И только после того, как он ее закончил и начал второй раз изучать книгу римлянов, он уверовал и сказал, что праведный верой жив будет. То есть, книга псалмов очень великая книга. И большинство из вас, вы хотя бы один или два раза читали эту книгу. И что важно понять? Эта книга одна из самых великих в Библии. Почему? Потому что вот эта книга называется «Сокровищницей Давида». Это книга сокровищ. То, что на самом деле вы можете оставить после себя, закладывается сейчас. То, что вы оставите после себя. И если вы отбросите сейчас взор на себя, а что бы мог оставить царь? Царь, такой царь, как Давид. Ведь Давиду не было дано того, чтобы он построил храм. Давид не построил империю. Его государство было достаточно маленьким. Но то, что осталось после Давида, стоит и сейчас. Это книга псалмов. Это его драгоценности. И каждый верующий в Иисуса Христа, имеющий Святого Духа, имеет возможность прикоснуться к этим сокровищам. То, чем сближает нас с Давидом, это именно присутствие Святого Духа. Дело в том, что в Ветхом Завете Дух Святой пребывал только на трех категориях людей. На царях, священниках и пророках. Его не было на простолюдинах. Его не было на князьях. Он был только на царях, священниках и пророках. Он не был на всех. Он был только на определенной категории людей. И Давид был таким человеком. Сегодня каждый верующий в Иисуса Христа имеет самое великое сокровище. Это Святой Дух. И Святой Дух наставляет там именно на Священное Писание. И если мы подходим к этой книге, то мы видим, сколько там сокровищ. Знаете, сокровища ценятся по-разному. Для кого-то, например, для коровы, сток сена сокровища. Для некоторых людей то, что можно съесть, это и есть сокровище. Что сокровище для вас? Является ли эта книга для вас сокровищем? Я молю Бога, чтобы она была. Эта книга имеет свои ключи. Если вы понимаете, она может быть открыта. Если вы не понимаете, она закрыта для вас, как что-то драгоценное, находящееся за семью печатями. Слава Богу, ключей всего два. Ключи для понимания этой книги находятся в первом и втором псалме. Первый псалом, он показывает о том, что блажен человек, который уповает на Бога. И в законе Господа воля Его. Тут очень важно увидеть, это первый ключ. Блажен, кто в законе Бога. Что значит блажен? Это не радостен, не счастлив. Это нечто большее. Блажен – это когда Бог смотрит на тебя светлым лицом своим. Смотрит. Он обращает свой взор к тебе. Он не ко всем обращает. Он обращает к тем, кто пребывает в Его слове. И благословение какое? Он дерево при потоках вод. Лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. То есть величайшее благословение, величайшее благословение, которое может быть, приходит через понимание священного писания. Второй псалом, который мы будем изучать сегодня вместе с вами, он еще более великий, потому что он раскрывает Бога как царя. Это мессианский псалом. Он неспроста стоит здесь, именно в самом начале. Мы должны увидеть Бога как мессию, как Христа. Чаще всего, когда я встречаюсь с людьми, которые только интересуются христианством, на альфа-курсе или просто в личной беседе, проверяя их уровень знаний о христианстве, я спрашиваю, ну, кто такой для вас Иисус? Он говорит, ну, как кто? Христос. Я говорю, что значит Христос? Я говорю, ну, как Христос? Христос. Но это очень важно понимать. Меня зовут Андрей, фамилия моя Ефимов. И когда вы говорите Андрей Ефимов, я сразу же должен как бы откликнуться, по крайней мере. Я должен осознать, ну, меня зовут. Но когда мы говорим Иисус, это понятно, это имя, означающее спаситель. Но Христос – это не фамилия, это титул, означающий помазанный царь, царь царей, мессия. Мессия. И когда мы это понимаем, то для нас меняется вообще все. То есть очень часто говорят, что Иисус – он как президент, Иисус – он как еще кто-то. Друзья, Иисус никогда не может быть президентом. Вы просто, видимо, не понимаете в правлении. Президент – это тот, кого выбирают люди. Иисус Христос. Он – царь. Царь помазанный. Царь, который по праву, по праву рождения, по праву Святого Духа, по праву святости, на этот трон никто другой войз, зайти не может. Его позиция стоит выше всех. Он – царь царей, он – Господь господствующий. пред Ним преклонится всякая колена живых и уже умерших. Этот второй Псалом состоит из трех частей. Обратимся к нему сейчас, потому что я молю Бога, чтобы вы понимали, мы подошли к сокровищам. Мы подошли к величайшему сокровищу, которую Давид оставил. Этот Псалом, я честно вам скажу, я подходил к нему очень долго, потому что он обладает самой высокой властью. Говорить об этом Псалме, рассуждать об этих вещах любому проповедующему крайне сложно, потому что надо быть точным, надо быть ясным. Этот Псалом говорит не о ком-то, он говорит о Христе. Христос, когда Давид писал этот Псалом, должен будет прийти через столетия, а Давид видел его и видел ситуацию, в которую он придет, и он ожидал. Что же здесь я увидел и хотел бы раскрыть это перед вами? Псалом это состоит из трех частей. Первая часть его, с первого по шестой стих, она показывает оппозицию, враги Царства Христа. Враги. Как мы видим здесь, это целые народы, это целые племена. Они восстают. Они собрались против Господа и против помазанника Его. Мы видим, что они собраны в едином порыве, они едины в своем бунте. Вторая часть, которую мы видим здесь, это обетование, данное Христу. В главе этого Царства, седьмого по девятый стих, возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владении тебе». Иисусу даны земли, Ему даны владения, Ему даны огромные территории и огромнейшее благословение. Кем даны? Даны именно Господом. Третья часть, это советы. Как содействовать Царству? Как содействовать этому Царству? То, что я вижу при изучении этой книги Псалмов и этого второго Псалма, настолько потрясает меня. Иисус настолько часто цитирует в своей жизни книгу Псалмов. Некоторые Псалмы он будет цитировать на кресте, некоторые он цитирует в жизни. Эти Псалмы настолько глубокие, настолько велики, потому что они помазаны Святым Духом. И Господь высказал это. И это имеет вечное значение. И эти советы у меня очень часто спрашивают, как искать Царство Божие? Ищите прежде Царство Божие. Так вот, в этом Псалме именно и открывается, как этого Царства искать. Они высказаны в нескольких словах, но они настолько важны, что они помогут каждому из нас. Ну, давайте подойдем снова к самому началу. Так как я вам уже сказал, что этот Псалом посвящается Христу, то важно увидеть, в нем показана великая борьба за Царство. И место войны за это Царство – это земля. Царство Мессии придет, но этот процесс не будет мирным. Царство Мессии придет, но процесс мирным не будет. Вспомните слова Христа, который сказал, «Не мир пришел принести я, но меч». Для нас это кажется, что это какая-то философская мысль. Вы должны понять, Он мыслит категории Царя. Он Царь, который пришел. Он Царь по праву рождения. Он Царь по праву помазания. Он Царь по праву своих дел. Он Царь по праву связи с Богом. Он Царь во всем. То, что делал Он, Он делал только в одном государстве, в государстве Израиля. Он не ходил за Его пределы. Почему? Он Царь своего народа. Я пришел к детям, я не пришел к псам. И женщина, которая пришла к Нему с просьбой, она сказала, «Ну и псы крохами питаются». Иисус сказал, «Вот у кого есть вера». Во что она верила? Она верила не в то, что ее дочь исцелится, она верила в то, что Иисус Царь, Царь народа. При историческом изучении, которое я проводил, вот буквально недавно, перед Рождеством, множество историков того времени, Тацы и Цветони, они говорили, что весь Древний мир ожидал прихода царя из Израиля, что в Израиле должен родиться тот, кто будет пасти вообще весь Древний мир. Это было ожидание не просто какой-то группки иудеев, это было во всем Древнем мире. И когда Иисус пришел, он не пришел как плотник, он пришел как царь. Он не заявлял об этом никогда открыто. Люди должны были увидеть в нем царя. Они должны были разглядеть в нем его. Они должны были увидеть по его делам. Но когда он пришел, его приход не был мирным. Он принес разделение в Израиль. Разделились на тех, кто верит в него и кто не верит в него. И как вы помните, когда они распяли его, они повесили над ним таблицу, на которой было написано «Он Христос, царь иудейский, Он Христос, Он Царь». Против кого идет эта война? Против Господа и против Его помазанника. Иоанна 15, 24 написано «Они возненавидели меня и Отца моего». При изучении Евангелия, особенно Евангелия Иоанна, вы можете увидеть, в чем сущность этого Евангелия. Она заключается в следующем. Нам кажется, как здорово Иисус просто ходил, исцелял, кормил. Он делал это, служа своему народу. Он исцелял этот больной, порабощенный демоническими идеями. Народ, но то, что мы должны увидеть, то, что мы должны увидеть, многократно, по крайней мере, до 13 главы включительно, включительно, нет, до 12, до 12 включительно, не принимают они Его. Кого они не принимают? Они не принимают царя. Они не принимают царя. Война идёт в мыслях. Кто для тебя Иисус? И если вы говорите «Христос», что вы подразумеваете под этим? Кто Он для вас? Кто Он для вас? Что значит, когда вы говорите, что Он ваш друг? Кто ваш друг? Кто? Кто? Тот, кто кто? Кто Иисус? Или тот, кто царь? Знаете, мой друг очень часто ходит по калидорам власти. И в каждом кабинете у любого чиновника висит портрет Владимира Владимировича, нашего избранного президента. Но знаете, не у всех все верят в Него, что Он есть. Некоторые могут попасть к Нему на аудиенцию. Некоторые могут попасть к Нему по общей, так скажем, связи через телевидение и задать свой вопрос или озвучить свою нужду. Но вы должны понимать, не каждый, даже из тех, кто работает вместе с Ним и на Него, или на эту страну, не каждый является Его другом. Друзья, с Иисусом все еще интереснее. Важно, кто Он для тебя. Кто Он для тебя? Вначале, Он для тебя вряд ли Христос. Он для тебя может быть целитель, Он для тебя может быть мудрец, чудотворец или еще кто-то. Но кем Он для тебя должен стать, показано именно в этом псалме. И то, что мы видим здесь, они возненавидели меня и Отца моего. Какая же эта оппозиция была, которая противостала Иисусу и этому царю? Ну, прежде всего, можно сказать, это злобная оппозиция. Она воинственная. Она неистовая. Она раздраженная. Она негодующая. Как сказал один великий проповедник, именно свет Евангелия заставляет чему копошиться. Вы все знаете или читали, по крайней мере, Евангелие? Евангелие Иисуса Христа. Как вы знаете, сейчас очень часто люди откапывают разные Евангелия. То Фомы, то Иуды, то еще кого-то. Кого бы еще откопать? Вот что вам важно знать, друзья. Евангелие, например, не могу написать я, Андрей. Не могу. Даже многие другие люди не могут написать Евангелие. Матфей не мог написать Евангелие. И Иоанн не мог написать Евангелие. И Марк не мог написать Евангелие. Они могли его записать. Евангелие – это Евангелие Иисуса Христа. Вам важно понимать вот эти тонкости. Евангелие мог выпустить только один человек в древнем мире. Император. Он один имел право выпускать Евангелие. Благую весть. И тот, кто принимал эту благую весть, он становился частью. То есть он принял Евангелие. Он становился частью. То есть он за этим императором. Если не принимали Евангелие. Ну, как здесь написано у нас в этом псалме. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и не погибнуть в пути вашем. Иудеи не приняли Евангелие. Они не приняли Евангелие Иисуса Христа. Евангелие императора. Евангелие царя, царей и Господа господствующих. И они были уничтожены, стерты с лица земли. Когда ученики подошли и сказали, посмотри на эти здания и этот храм. Он сказал, все это будет разрушено. Когда Иисус идет на крест, Ему говорят. Он плать, люди идут и оплакивают Его. И Он говорит им. Плачьте не о мне. Плачьте о детях ваших. Если с живым деревом такое делают, то с сухим что будет? И два миллиона евреев погибли в Святом Городе. Кто-то из вас был в Риме? В Риме в Святом Городе был? Как говорят, Рим – Святой Город. Никто не признается. Но кто видел Рим на фотографиях? Хорошо. Самое знаменитое место в Риме какое? Правильно, Колизей. Так вот, чтобы вы знали, Колизей был построен на средства от разграбления Иудеи. И строили его пленные два миллиона иудеев. Они все стали рабами. Все. Почему? Они не приняли своего царя. А что же стало с другими? А других, то есть христиан, Иисус из этой страны увел. Он их оттуда увел. Они были разогнаны и пошли проповедовать Евангелие царя уже по всему миру. И вот что удивление, какое должно у нас быть. Это Евангелие дошло и до России. Это Евангелие дошло даже до Екатеринбурга. Оно дошло даже до вашей души. Некоторые из вас пришли в одном возрасте, некоторые в другом, но вы приняли. Что вы приняли? Вы приняли Евангелие царя. И вы сейчас, если вы его приняли, вы его подданы. Но мы видим, что есть злобная, воинственная, неистовая оппозиция. Что это за оппозиция? Она политическая. Ну, например, я приведу вам такую оппозицию. Это оппозиция Пилата и Ирода. До этого они были врагами, а когда они судили Иисуса Христа, они вошли в эту оппозицию. Эти оппозиционеры, они решительные. Я хочу зачитать вам несколько моментов, что сказано о них, верующим других поколений. Вот об этой оппозиции. А эти, это оппозиция, оппозиция гордых и дерзких людей. Это строители Вавилонской башни. Они уверены в своей правоте и победе. Они непреклонны в своей борьбе. Они воюют со Христом и Его Царством. Они не хотят. Почему они воюют? Они не хотят, чтобы ими управляли. Они не выносят над собой никакой власти. Они не хотят чистой небесной власти. Почему? Потому что эта власть вскрывает их грех, их страсть и их похоть. если бы Христос сделал их богатыми и великими именно в этом мире, они приняли бы Его, но смирение не для таких людей. Как узнать верующего человека? чему мы должны научиться у Иисуса, чей титул Христос? Именно тому. Он сказал научиться двум вещам. Их всего две, слава Богу, не 300, не 330, не 38, их всего две. Научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Бунтари не терпят над собой власти. Они не могут подчиняться. Они все время недовольны. Кто же это такие? Я хотел бы вам привести пример. Так как мы живем на территории бывшего Советского Союза, то я хочу показать вам этот пример на территории двух великих империй, которые существовали в прошлом веке. В начале прошлого века, вы не поверите, было пять великих империй, и они сошлись в Великой Первой мировой войне. И все эти пять мировых империй распались. Распались от российской, которую вы знаете, немецкой или еще австрийская империя была, еще турецкая империя была, Великая Британия была, они все распались. Несколько из них называли себя христианскими. Но так ли это на самом деле долгий исторический диспут может здесь быть. то, то, что мы видим, после этого, что образовалось, возникла Советская империя. Что такое Советский Союз? Какова ее основная идеология была? Идеология Советского Союза была очень конкретна, это был атеизм. Теизм это вера в Бога, а отрицание, то есть главная мысль атеизма была или главная мысль Советской империи отрицанием Бога. Вторая империя, которая появилась чуть позже, это нацистская империя. Ее главная идея была национализм. Что такое национализм? Это ставить себя выше другого, то есть существует кто-то выше другого, чтобы вам было понятно, о чем идет речь, гордость, что такое гордость? Гордость это не просто когда что-то плохое, гордость это когда один человек ставит себя чуть выше другого, выше. Что такое смирение? Когда ты ставишь себя ниже. Так вот, когда поднялись эти империи, их главная задача была, главная задача была свергнуть Бога, как Сталин, хотя он был семинаристом, он ненавидел, ненавидел веру и выступал против этого, не просто в каком-то таком маленьком масштабе, это было в масштабе целой огромной страны, и то, что мы знаем и нацизм, что это, хотя у них на пряжках там было в Бога мы верим и еще что-то, но главное их было это ставить себя выше за счет Бога хотя бы, хотя сами они ни во что и ни в кого не верили, они были чаще всего, скорее всего, подразумевается, что были более оккультными личностями, взывающими к этим сторонам, каковы же были цели Советского Союза свергнуть власть Бога, забыть о нем, когда я рос, о Боге нельзя было говорить, тебя могли были посадить в психушку, нельзя было верить ни в какого Бога в Советском Союзе, Бога нет, нас учили этому с детских лет, и это не просто дело твоей совести или дело твое личное, это было в ранге империи, и это должно было распространиться на весь мир, это воинственно, атеизм всегда воинственный, если вы встречали атеиста, он всегда воинственный, он не бывает смиренным, что объединяло эти две религии, ненависть к Богу и людям, во время этой войны, которая была, как мы называем ее, второй, погибло огромное число миллионов людей, огромное число, миллионы людей были уничтожены, из-за чего? Из-за бунта против Бога, они не считали, когда мы говорим, это очень много, но это на самом деле, вы должны понимать, очень важный момент, они не могли терпеть Иго Христа, они не могли это, и до чего они дошли? Удивительно, что эти, казалось бы, две противоположные, две противоположные страны, которые сошлись в войне, они верили в одно, что человек произошел не от Бога, он произошел от животного, он имеет животное происхождение, а животное происхождение, если уничтожаешь что-то божественное, это страшно, а когда ты уничтожаешь что-то животное, то никакого такого сожаления быть и не могло. Поэтому эти великие империи, они имели в себе одну цель, безбожие. Эти страны объединились к ненависти к Богу, но это не заканчивается этому, всегда приводит к ненависти к людям. Для безбожника Иго Христа невыносимо. Помните, я сказал вам, что Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Быть кротким и смиренным для безбожника невозможно, потому что он ставит себя выше других. Это целые народы, вы должны понимать, во втором псалме идет речь о целых народах, которые пытаются воевать, восставать против Господа. Но и наоборот, для спасенного грешника быть кротким и смиренным легко и приятно. Легко и приятно для верующего быть кротким и смиренным. Верующий он переживает из-за того, что он поставил себя выше другого. То есть он переживает именно из-за этого. Я проявил гордость. Бог не хочет этого. Неверующий он над этим смеется. Он над этим смеется. Он издевается над этим. Но для верующего это радость, это легко. Это радостно. Спроси себя, любишь ли это ты, это Иго? Что ты любишь? Любишь ли ты давлять над другими или любишь ты быть кротким и смиренным? Если ты кроткий и смиренный, ты напоминаешь своего царя. Если ты в другой партии, то ты напоминаешь именно вот эти народы, которые восстают цари земли, совещаются против Господа и против помазанников. В течение истории было множество империй, которые восставали на это. где они? Где они, эти империи? Они рухнули. Еще великий Наполеон сказал, все наши империи Македонского, Тамерлана, Чингисхана и Мая падут, а его империя будет стоять вечно, потому что знамя его любовь. То, что мы насаждали, мы насаждали силой и кровью и мечом. Он насаждает любовью, и его империя будет стоять вечно. Никогда не будет прекращен поток его подданных. Они будут в каждом поколении, и в каждом народе, и в языке. Они услышат его голос и пойдут за ним, и будут учиться у него быть кротким и смиренным. Для них это станет целью всей их жизни. Если вы встали на этот путь, то Бог будет вам помогать. Не просто как тот, кто просто видит ваши нужды. Он будет помогать вам как царь со своей властью и силой и могуществом. Он будет защищать и охранять вас. Почему? Потому что Иисус это царь. Он Мессия. Как же поступает Господь, когда Он видит такой бунт у этих народов? Он посмеется, Он разразится смехом, сказано в греческом. Он будет ракотать и клокотать. Или еще перевод этого слова посмеется шумом вырываться, бить ключом. То есть когда эти народы ведут себя так, то в его сердце он даже не встает со своего трона. Для него это смех. Посмеивается, он говорит, и этого достаточно, чтобы стереть их с лица земли. Эти империи стираются. Они не просто те, которые выступают против Бога, они стираются с лица земли. То, что мы живем на территории той страны, которая была ведь стерта, и то, что вы веруете, это величайшая Божья милость, вам дано великое благословение, быть помилованными. Что же он скажет? Я помазал царя над Сионом. Господь уже сделал то, чему враги пытались помешать. Как это восхитительно! Они пытались помешать, пытались этому помешать, а он это уже сделал. Враги пытались, а он уже это сделал. Друзья, мы живем немного отойдя от Рождества. В этом году я пережил фантастическое Рождество, лучшее Рождество за всю свою верующую жизнь. У меня потрясающая Пасха, я просто восхищаюсь Пасхой, потому что я готовлюсь к этой Пасхе примерно за полтора-два месяца. Я изучаю все, что там было с Иисусом Христом, и я прихожу в восхищение, когда Пасха наступает. Эта Пасха это не один день, у евреев Пасха длилась целую неделю. В этом году я подумал, почему бы мне не разобраться так со Рождеством. И Рождество получилось не менее восхитительным. Это не было просто один день. Я просто жил в предвкушении Рождества, я просто ожидал, я разобрался со своими братьями и сестрами все, что там происходило. Ведь Рождество включает не просто как он родился, Рождество включает и Захарию, и Иоанна Крестителя, и Лизавету, и всех тех ангелов, которые там являлись. Рождество затрагивает период минимум в два года. А если разобраться, что было до его рождения, то еще девять месяцев надо прибавить, а если еще прибавить еще полгода, то это уже три с половиной года. Так вот, я эти три с половиной года попытался разобрать. И знаете, самый лучший праздник это хорошо подготовленные. Я очень часто приходил на праздники вот просто так и всегда уходил скучающе, но если я приходил готовясь к чего-то, еще два номера готовил или еще что-то, то я знал, и мои друзья приходили готовые меня чем-то занять. Я понял, Новый год был восхитительным или Рождество было восхитительным. Так вот, в этом году я разбирал это, и вот чему я удивился. При изучении Евангелия от Матфея я увидел, потому что Матфей доказывает, что родился именно царь, я вам быстро расскажу, быстро, потому что царь родился и этот псалом говорит о царе. Так вот, что там говорится, Матфей доказывает, что Иисус это Мессия, он доказывает это очень быстро, четко и ясно, его мысль очень ясная, он в двух главах доказывает, что Иисус это Христос. Как он это доказывает? Прежде всего, первое он говорит, это родословие, для иудеев самое главное родословие, и он берет родословие. Когда я только пытался уверовать, я не мог прочитать родословие Иисуса Христа вообще никак. Я полгода, когда его читал, я засыпал, сон просто клонил меня. Меня спрашивали, ты читал Библию? Я говорю, да, читал. Честно. До какой ты главы читал? Я говорю, до Матфея первой. До какого стиха? Я говорю, сегодня я дошел до 12-го, а вчера, я говорю, вчера на восьмом, потому что для меня было непонятно, как Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, мой ум становился просто в непонимании, почему так описано и для чего. Мой один хороший друг, он сказал мне, знаешь, я тебе посоветую, как надо читать Евангелие. Я сказал, и все, Евангелие, а все были очень воодушевленные, они все были такие радостные, знаешь, Евангелие, ты его должен читать, там оттуда вера приходит. Я говорю, у меня приходит только сон. Мне сказали, знаешь, ты начинай читать стиха, наверное, так с 20-го. Я сказал, а что там интереснее, там продолжение, кто еще кого должен родить. И я стал читать. И когда я стал читать, я вдруг понял, а, родословия закончились. Я прочитал Евангелие от Матфея, Евангелие от Марха, Евангелие от Луки. Под утро, я понял, мне утром на работу, но Евангелие от Иоанна, оно просто захватывает меня, я же должен узнать, что там. Я на всю жизнь запомнил, что в начале Евангелия Матфея есть родословие. О чем же они говорят? О том, что Иисус произошел, произошел от Бога. Второе, что здесь сказано, он произошел из рода Давида. Третье, о чем показано в этих двух главах, его рождение сверхъестественное. Оно не простое, оно и сверхъестественное. Четвертое, показано принятие Иосифом, как потомкам Давида. Это очень важный факт, что потомок Давида принял Иисуса как царя. Он принял, он не отверг, он не увидит, когда Иисус зайдет на трон, он не увидит, когда Иисус даже будет помазан, но он принял, и это принятие доказывает его царственность. Важно увидеть исполнение пророчеств. Он родился в Вифлееме, в Иисусе Христе вообще более трехсот пророчеств, которые нельзя подделать. Более трехсот пророчеств исполнили в жизни одного человека. То, что дальше он доказывает? Это признание другими народами, как волхвами. Ведь волхвы это не просто какие-то магии, ибо в греческом написано магии, но были маги двух категорий. Первая магия это, как вы знаете, шарлатаны, над которыми весь древний мир смеялся. А это были совсем другие, это были парфяне, это была каста, каста монотеистов. И когда они пришли, они поклонились, Ирод не мог их убить. Почему? Потому что эта каста в парфянском царстве выдвигала царей и прикосновение к ним обращало войну парфян. Вы должны помнить по истории, что в парфяне одни из немногих противостояли Риму дольше всех. Они его побить ждали. и вот эти пришли. И они приняли, и они принесли дары, и они поклонились. То, что мы видим, он был принят Иродом, то есть Ирод реально увидел эту угрозу, реально увидел его угрозы. Если бы угрозы не было, что он там родился, он никого бы не заставлял убивать. Далее мы видим этот подбег в Египет. Так обычно и происходило, когда приходил кто-то на трон. И если его хотели убить, то он уходил в другую страну и потом возвращался, когда преследователи хотели, и когда преследователи погибали. Точно так же мы видим сверхъестественное пребывание ангелов. Нигде ангелов не встречается больше, чем в начале Евангелия. Ангелы просто снуют с одной страницы на другую. Они являются, они говорят, и им нельзя перечить. Они имеют великую власть. Те, кто не поверят, будут немы. Его рождение – это смех над нечестивыми царями и надежда для своих. Очень важно понимать, Евангелие доказывает нам, что во время жизни Иисуса Христа иудеи не приняли Иисуса как Христа, А принял ли Его Ты? Очень часто мы можем слышать, когда особенно я уверовал, я не знаю, как сейчас, что вы слышите, но меня очень часто спрашивали в начале моей веры, принял ли Ты Христа? Принял ли Ты Бога? Что это значит? Что значит, что Ты принял Бога? У Тебя мир? Тебе стало лучше, тебе было плохо, а теперь стало лучше, что ты раньше был одинок, а сейчас не одинок, раньше ты был во тьме, а сейчас ты не во тьме, то есть толкований много, их огромное количество, и каждый толкует их как угодно. Но вот, что имеет в виду Евангелие, принять Иисуса можно было только Христом принять Иисуса как Царя. Иисус однажды спросил своих учеников Матфея 16 главе, за кого почитают мне люди? Они сказали, одни за пророка, другие за Исаию и Иеремию, за Яна Крестителя даже обезглавленного. Он спросил, а вы за кого почитаете в Меня? И Петр сказал, ты Христос, сын Бога живого. И Иисус он ответил, блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И все, что ты свяжешь, будет связано, и разрешишь, будет разрешено. На этом откровении я поставлю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Открыть то, что Иисус это Христос, может только Отец. Что Иисус Он Царь, что Он тот помазанный Царь, которого ожидали столетиями. Ужас состоит в том, что Его народ не принял Его за Христа. А кто для тебя Иисус? Много ответов. Царь сегодня, но правильный только один. Он Христос. Он помазанник. Он Сын. Он Искупитель. На Него можно уповать. И это очень важно. Это тайна, открытая своим. Это не тайна, которая открыта. Вы поймите, это не открыто было всему народу. Это было открыто ученикам. Это не открыто каким-то массам огромному числу. Он сказал это в маленькой группе людей. И только им было это открыто. А остальным у них глаза закрыты, уши закрыты, они слышат, не слышат, видят, не видят, кого они видели в нем. Но точно не Христа. К чему же это должно приводить, что Он Христос? Потому что мы подходим к самому интересному. Обратите внимание на финал, на третью часть этого псалма. 11 и 12 стих. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженный к чему должно приводить то, что Иисус для тебя Христос? К чему? Помните, Иисус сказал «Ищите Царство Божье». Царство Божье невозможно без Царя. Оно не просто какое-то вот Царство Я однажды был у одних своих друзей, и мой друг очень весело сказал о своей супруге, у которой свой дачный участок, и он так сказал «Это Царство моей королевы». Я такой спросил «Почему не твое? Почему не ваша возмутилась моя супруга?» Он сказал «Я в этом царстве и рукой не двинул все что здесь сделано сделано ей». Я спросил «А почему?» Я заподозрил его во всем возможном. Он сказал фантастическое «Царица не пускает меня. Она делает только то, что она хочет. Она не хочет видеть». Я попробую и он начал рассказывать много веселых историй, как он пытался помочь. Я увидел разбитое окно в теплице. Я увидел сломанный культиватор. Он сказал «Я же пытался копать, я никогда не делал этого культиватором». Потом мне пришлось когда я его сломал я делал «Это царство». Так вот, друзья, царство не бывает без царя. Царство без царя не бывает. Если вы ищите царство, вы должны искать царя. И когда Иисус сказал «Ищите царство Божьего», это не означало просто какой-то философский смысл. «Ищите царство, вот оно там, вот, и внутри вас есть». Что там есть вас, внутри вас есть понимание, кто есть царь. А царь, если это для вас открыто отцом, это Иисус, это вас никогда не заберется, потому что это открыто вам Богом. И что же в этом царстве надо делать? Обратите внимание, слава Богу, Господь не возлагает тяжелых бремен. Легкие бремена. Первое, что нужно сделать – служите со страхом. Что это значит? Пусть в нашем служении присутствует и благоговение, и смирение. Невозможно служить без благоговения. Невозможно. и невозможно служить без смирения. Смирение, как я вам объяснял уже сегодня неоднократно, противоположность гордости. Если гордость – это чуть себя повыше поставить, то смирение – это наоборот поставить себя ниже другого. Служить Богу необходимо со смирением. Когда Иисус говорил это своим ученикам, он в конце своего служения сказал, великий из вас будет называться Дуолос, а хороший Диаконос. Так вот, хороший Диаконос – это слуга, а Дуолос – это раб. И все апостолы, и все апостолы, они пишут о себе Павел раб Иисуса Христа. И перед этим он показывает эту картину. Другие, когда вот люди добиваются какой-то власти при каком-то царе, они пользуются этим, они пользуются в этом своем народе какими-то привилегиями и ставят себя выше, просят себе привилегии. А Иисус, он говорит, великие – это рабы, которые смиренно служат. Невозможно сразу это понять вот так и стать. Если вы хоть раз пытались смирять себя перед каким-то хотя бы человеком, вы видели, как вам трудно, как детям сложно подчиняться родителям. Ведь почему-то все родители хотят, чтобы их дети им подчинялись. А ты кому подчиняешься? Невозможно, чтобы твои дети подчинялись, если ты бунтарь. Ну, не может виноград вырасти у трепейника. Не может. Все хотят лучшие доли, но невозможно. Ты колючий, у тебя лопухи большие, плодов нет. им ну зато дети у тебя должны быть чудо. Да ты хоть как завоспитывайся, ты сам своим примером должен это проявлять. Сколько сестер мечтают выйти замуж. Когда они выходят, они как-то им очень сложно быть кроткими и смиренными. Красота кроткого и молчаливого духа у них обычно до свадьбы. А потом она уже империатрица в своем саду. Я всегда, когда наблюдаю, я хожу с женой в магазины иногда, катаю тележку, как все мужчины. У некоторых магазинов я просто схожу с ума, потому что надо стоять. И я такой думаю, и я понимаю, я не имею права ничего сказать. Война! Ну, вот это, это, конечно, не псалом, но это всем близко. Но я-то вот такой, вот вы поймите, небольшой человек, мне всегда нравится наблюдать за огромными людьми. Обычно, когда вы видите вот такого большого человека, знаете, он такой важный мужчина, вот рядом где-то есть такая маленькая, у меня друг есть такой, он такой здоровый, мощный, но когда его жена говорит его имя иногда, я вижу пятилетнего ребенка, который замирает, я такой думаю, однажды я видел вообще огромного мужчину, и вдруг он что-то стоял, и вдруг выходит такая маленькая, и что ты стоишь? Он до этого с каким-то мужчиной, там его глазами, мне кажется, убил, и вдруг выходит такая, и что ты стоишь? он откуда дорогая? Он понимает супружеское счастье, оно сохраняется, он мог бы сделать многое, но ради супружеского счастья он стал вот именно таким, я так думал, если бы кто-то другой что-то сказал, он просто бы и нету великому. Друзья, а какой ты? Близко ли тебе кротость и смирение? Близко ли это тебе? Близко ли это для тебя? Ну, всегда люди оправдываются, ты, пастор, ничего не знаешь. Друзья, быть кроткими и смиренными сказал не пастор, сказал Господь. Я не знаю, я иногда веду себя не кротко и не смиренно, но я от этого каюсь, я исповедую это как грех, я молю Бога, чтобы то, что есть во мне, Бог изменил. Мне стыдно за это. Поэтому служите со страхом и с благоговением. Есть ли в вашем служении благоговение? Знаете, у некоторых людей благоговение просто вот дышит их жизнь. О, и это так радостно. Что было у Давида? У него было благоговение перед Богом. Благоговение это не просто что-то в душе, благоговение это нечто большее, благоговение это тогда, когда ты не можешь оставить, оставить объекта, перед кем ты благоговеешь. Давид благоговел перед Богом. И даже когда я изучил псалмы до 44, я никогда в жизни не видел глубины, которая есть там. Никогда, друзья. Я могу поделиться с вами тем, что я никогда не понимал этих псалмов, потому что я вижу, он благоговеет настолько, даже когда он поражен Богом, он тянется к нему. Он человек по сердцу Бога, тянущийся к Богу всегда. Он ценил Бога настолько сильно, что он назван человеком по сердцу Бога. Никто не сказал, что такие люди не могут упасть. Но благоговение нельзя отнять, нельзя забрать. И Давид после изучения этой книги это мой герой. один из величайших героев. Я думал, как я мог назвать своего сына Давидом чисто интуитивно. Давид, который оставил после себя ни храм, ни огромную страну, он оставил эту сокровищницу, из которой каждый, кто приходит верующих в Иисуса, питает свою душу величайшим утешением. У него было благоговение. Помните, именно он сказал, Господь мой пастырь. Он благоговел. Он благоговел постоянно. Это не то, что внезапно. У нас у всех бывают такие моменты благоговения. Благоговение это то, что пребывает постоянно, день за днем, час за часом, год за годом. То, что возрастает и то, что вырастает до хвалы. это было у этого царя после того, как на него сошел Святой Дух. Это не родилось в нем. Это пришло со Святым Духом. Он был избран Богом для этого. Обратите внимание, существует и второй момент, к чему приводит наше понимание, что Иисус это Христос и Царь. «Радуйтесь с трепетом». Христианская радость без трепета пуста. В ней нет аромата, как у испорченного фимиама. Если не существует трепета, то нет аромата. Я видел много людей, они радуются чему-то. Я однажды попал к своей тёще на блины, наевшись блинов, а у меня нет дома телевизора. Я был заключен на диваны и должен был общаться о саде и рыбалке. И они включили телевизор. И там я просто ужаснулся уровенью юмора, который они смотрели, какие-то передачи. Я сидел, я просто смотрел на людей, не то что шутки, я смотрел, как люди смеются там. Ну, это как-то странно. Они что-то скажут и все-таки знаете, знаете, что такое радость? Радость бывает абсолютно разной. Я вам расскажу о радости, которую я увидел недавно в одной из больниц. я пришел на прием к своему доктору, к которому я с таким трудом попал. Очень замечательный врач, высочайшая категория, квалификация, она мне очень помогла. Но я сидел там в очереди, и я, когда сидел со своей болезнью, она непростая, но у них было вообще страшно смотреть. И вот вышла пожилая женщина, ее сопровождал ее муж, ее сопровождал ее сын, и жена сына. И вот они вышли. И эта женщина после общения с этим замечательным доктором, она сказала, знаете, и доктор тоже вышел, и доктор просто сказал, вас залечили в там, где вы лечились неправильно, вам поставили неправильный диагноз, вот вы будете употреблять это, пройдете это, 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 это. женщина уже пожилая, и она стояла и спрашивает, то есть вот это все, вот эти огромные тысячи, где я прошла в тех больницах, это куда, она сказала, врач взял, и вот просто вот там было мусорника рядом, подошла, его так бросила, вот все эти огромные дети. Я такой думал, боже мой, вот это да, ее лечили, и залечили почти, отчего? Доктор ушел, и эта женщина, она очень худенькая, она так склонилась, ее супруг, тоже пожилой человек, он обнял, успокойся, успокойся, она стоит, ее слезы капают на пол, она говорит, я не сумасшедшая, это просто неврология, я не сумасшедшая, и вот они встали все вчетвером, и радость, которая расходилась там от них, что она спасена, она расходилась просто волнами, я сидел далеко, я просто, я сидел, я их не стою, я просто плакал, я не могу сдержать себя, вы сидящие здесь, даже слушающие мой слабый рассказ вашей души и то умягчились, это радость с трепетом, с трепетом величайшего соприкосновения с чем-то, когда ты чем-то заблуждался, но выход есть. Встреча с Иисусом это величайший трепет, выход есть, Он один, Спаситель один, Он родился с одной целью, спасти людей своих от грехов их. Чарльз в одном собрании человек там совсем бедный и голодный, он просто только уверовал и кричал, он говорит, у него пиджак, он вчера еще был вообще каким-то там, не знаю, не знаю, где, зубов нет, но он кричит в полном таком остерпенении, я буду богатым, я буду знаменитым, что, что богатым не знаю, но знаменитым он стал, я знаю о нем, я слышу о нем очень часто, потому что он врезался как притча, для него это вот такой вот, и радость вот эта, вот это пройдет, но когда есть трепет, ты понимаешь, это будет продолжаться, потому что радость с трепетом это тогда мы смирились перед Богом и покорились Ему, ну и наконец третье, это почтите Сына, это основа истинной религии, почитание Бога и благоговение перед Ним, примите Христа, вот суть благой вести, что это значит, примите Его как Царя, как единственного Царя, который ваш Спаситель, если вы говорите, что вы верите в Иисуса, это означает только одно, у вас есть Царь, вы не без Царя, даже в голове, у вас всегда есть Царь, и вы Его подчиненные, а что будет, если вы не почтите, вспомните Израиль, которого не принял Христа, вспомните об этом, об этом, ну и последнее, четвертое, что мы здесь видим, блажены все уповающие на Него, Бог смотрит именно на вас светлым лицом своим, если вы приняли Его, что это значит, на вас нет гнева, на вас Его милость, вы покрыты Его милостью, вы защищены им, вы не можете быть потеряны, вы в Его Царстве, если вы уверовали в Него, вы в Его Царстве, вы Его народ, это означает то, что Он заботится о вас всегда, Он слышит вас, Он любит вас, и, что очень важно, Он скоро придет, да будет Он прославлен во веки веков, Субтитры